Всем привет, уважаемые мастеровые! Перед тем, как вы будете смотреть вторую часть видео о данном устройстве, хотел бы ваше внимание сконцентрировать на очень важном моменте. Это порядок и метод фрезерования паза. В отличие от фистол-домино, где фреза с большой частотой колебания просто врезается в древесину, снимая при этом слой за слоем. Вот если мы посмотрим в замедленном кадре, то увидим, что мы увидим. Вот одно колебание, слой снялся, второе колебание, следующий слой снялся. И так далее. Но это настолько быстро происходит, что нашему глазу просто не видно. Здесь же, поскольку у нас это не машинный способ, а ручной, здесь немножко все иначе. Здесь мы сначала формируем вот эти боковые грани. Это очень важно. То есть тут без разницы, с какой стороны вы начнете. Или с этой, или с этой. Но очень важно их сначала сформировать. Как это происходит? Заход вот по такой касательной. То есть мы наклоняем саму вот эту платформу и заходим вот таким образом. То есть один заход делаем, удаляется вот эта часть древесины. Разворачиваем платформу, другую грань формируем. Вот эта часть удаляется. При этом у нас сформировались очень четкие грани. Но осталась середина. Середина уже удаляется очень тоже легко. Можно колебательными движениями, можно просверлить сначала. Но я удаляю вот колебательными такими. Идет тоже как по маслу. Если, кстати, фреза новая, вот у меня она уже полгода довольно зарядно поработала. Но и то, при этом очень довольно так беспроблемно все входит и фрезерует. Вот. И вот мы удаляем вот эту среднюю часть. Заштрихуем ее в обратном направлении. Но это что касается небольшого паза. Вот такого, да. Если вдруг у нас шип пошире, то, как я говорил, сначала формируем опять же грани. Потом засверливаемся. Можно в нескольких точках. То есть тут тоже так немножко покасательно идет. Середина прямая, и эти тоже покасательные. Это для чего делается? Чтоб нам легче было потом с помощью маятникового хода убрать все остатки. И потом уже удаляем вот эти части. Ну, самое главное, соблюсти вот этот вот момент. Это формировать вот эти грани боковыми. Это очень важно. Первоначально я сделал ошибку, что вот у меня два устройства есть. Следовал такому способу. И у меня не совсем четко получались вот эти вот края. Ну, и методом проб и ошибок я пришел вот к этому методу, потому что он самый такой оптимальный. Вот. Ну, и, конечно, я так подозреваю, что у вас будет вопрос, не сдвинется ли сама вот эта платформа, вот эта платформа при заглублении покасательной. Вы знаете, нет, не сдвигается. Сколько я раз не пытался фрезеровать, все нормально, стабильно. Видать, это связано с тем, что угол не слишком наклонный. Вот. Ну, еще, может быть, все зависит от самой фрезы, что именно спиральная. Вот, в принципе, как бы и все на этом. Это, что касается фрезеровки паза. Это главное помнить, что именно так, а не иначе. и все. И так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...